День Города Рязанская область вошла в пятерку худших регионов по экологичности. Об этом сообщает ТАСС. Рейтинг составили эксперты из аналитического кредитного рейтингового агентства. В своих расчетах уровня экологичности регионов России аналитики соотносили количество выбросов вредных веществ, сброса загрязненных сточных вод, отходы, образующиеся от производства и потребления водопотребления и энергопотребления. Учитывали и затраты, которыми покрывается охрана окружающей среды на единицу валового регионального продукта субъекта России. Сообщается, что 68 субъектов получили оценку в среднем диапазоне. Это говорит об удовлетворительном уровне экологичности ВРП. Кроме Рязанской области, опасения в сфере экологии у экспертов также вызвали Республика Карелия, Мурманская область, Кемеровская область и Северная Осетия, Алания. Сразу несколько чрезвычайных происшествий были зафиксированы на прошедших выходных в Рязанской области. В ДТП пострадали люди, а пожар на улице Мервинская принес материальные убытки. Последний день января Клепиковский район Рязани. Три часа пополудни. 165-й километр автодороги Москва-Касимов. Непрекращающийся снегопад вдобавок к непростой трассе для водителей стал дополнительной проблемой. Неудивительно, что нечасто проезжающим здесь автолюбителям приходится трудно. 42-летний житель столицы, управляя автомобилем Киа, по предварительной информации, не справился с рулевым управлением своего авто, в результате чего допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Фольксвагентранспортер», который от удара совершил съезд в Кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь понадобилась двум пассажирам автомобиля Киа – 39-летней женщине и 6-летнему ребенку. Еще одно столкновение, где участникам понадобилась медицинская помощь, произошло на 177-м километре трассы Москва-Челябинск. Рейсовый автобус столкнулся с газелью, водитель и пассажир грузовика отправлены в больницу. Совсем без жертв, но с куда большим материальным ущербом произошел пожар на улице Мервинская 31 января. На момент прибытия горел жилой одноэтажный дом и две хозяйственные постройки. Огнем уничтожен автомобиль. Общая площадь пожар составила 125 квадратных метров. Ликвидация пожара в 18 часов 19 минут. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации привлекли 39 человек и 11 единиц техники. Причины пока не установлены, но рязанцев полыхающее пламя взбудоражило. Ветхая постройка, говорят, могла вспыхнуть из неисправной электропроводки. Максим Васильев, телекомпания «Город». За выходные сотрудники Росгвардии задержали в области двоих нетрезвых водителей. В обоих случаях сотрудники вневедомственной охраны остановили мужчин, которые сели за руль пьяными, и передали их в руки госавтоинспекциям. Такое слаженное взаимодействие ведомств повышает эффективность борьбы с правонарушителями. В Клепиковском районе Рязанской области сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии совместно с полицейскими задержали мужчину, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В группе задержания отделения вневедомственной охраны по Клепиковскому району из дежурной части полиции поступила ориентировка на автомобиль «Волга». Машина передвигалась по рабочему поселку Тума, а ее водитель, предположительно, был пьян. На улице Пушкина росгвардейцы совместно с полицейскими обнаружили разыскиваемый автомобиль, после чего для остановки транспортного средства заблокировали его с двух сторон. За рулем находился мужчина 1986 года рождения с явными признаками алкогольного опьянения. Задержанный передан сотрудникам ГИБДД ОМВД России по Клепиковскому району. Еще один случай нетрезвого вождения, зафиксированный росгвардейцами, отмечен в городе Михайлове Рязанской области вечером 29 января сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования в городе Михайлове, обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2114. Транспортное средство двигалось по спутанной траектории, периодически выезжало на встречную полосу движения, создавая тем самым аварийно-опасную ситуацию на дороге. Росгвардейцы остановили автомобиль. За рулем машины находился местный житель 1980 года рождения, с явными признаками алкогольного опьянения. Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и передали его прибывшему на место инспектору ДПС. Разбираться с нетрезвыми водителями далее будут уже в ГИБДД. Учебные возгорания и совсем не учебные выезды. В Рязани отработали тушение пожара в Академии единоборств. Не обошлось и без учебных пострадавших. Как прошли учения, расскажем далее. В МЧС поступил сигнал о возгорании. Замкнуло проводку на складе инвентаря в Академии единоборств. В пожару присвоен повышенный номер вызова, а на место направлено несколько расчетов. Первым делом нужно оценить обстановку и выстроить правильное взаимодействие с персоналом комплекса. Каждое движение спасателей в этот день оценивает руководство. Это части январских учебно-тактических занятий. Для проведения учения привлекли личный состав дежурной караулы местного гарнизона города Рязани. Изучили с личным составом оперативно-тактические характеристики объекта. Дальше уже отработали действия по тушению пожара и спасению людей. По плану учения эвакуацию провели еще до приезда пожарных. Однако в здании осталось 6 человек. Теперь нужно их найти и вывезти из якобы охваченного огнем комплекса. В здании сработала пожарная тревога. Просьба не заставая танки погибнуть в крови. Просто вывезти людей не получится. В здании полно дыма, поэтому спасатели применяют спецсредства и доставляют персонал на свежий воздух. Здесь их осмотрят врачи и окажут необходимую помощь. Но в учении все не так просто. Спасаясь, люди спрятались на крыше здания. Здесь применяют спецтехнику. Пожарно-тактические учения окончены. Люди спасены. Здесь практическая часть заканчивается и начинается теоретическая. Предстоит проанализировать действия спасателей и провести так называемый разбор полетов, чтобы в реальных условиях месту промашки не нашлось. Валерий Седов, телекомпания «Город». В Рязани завершено расследование уголовного дела по сбыту в торговых точках фальшивых пятитысячных купюр. В конце января прошлого года прямо в центре города оперативники управления по борьбе с экономическими преступлениями совместно с коллегами из ФСБ и при силовой поддержке Росгвардии остановили автомобиль с пятью пассажирами. В результате досмотра была обнаружена пачка красных банкнот. Экспертиза их кустарное происхождение подтвердила. С подробностями Максим Васильев. Январь прошлого года. Оперативники и группа захвата блокируют ленд-крузер во дворе одного из рязанских домов. Водитель и четыре пассажира в упоре лежа. В багажнике цветы и продукты. У каждого лежащего ниц в кармане нож. У кого перочинный, у кого бабочка. Наверное, чтобы подрезать сухие лепестки. Что делаете в городе Рязани? Я просто с другом приехал. Где сейчас находились? Откуда приехали? Под каким адресом проезжали? С классом вот сейчас приехали. В городе Рязани что делаете? Заехал проезд. Что тут делали в Рязани, пока находились? Ну ничего, он купил там цветы доможни. Какими купюрами расплачивались? Пяти тысячи. Как-то так случайно оказалось, что все пассажиры ранее судимы. Изумление и страх после задержания неподдельные. В отличие от содержимого авто. Первую пачку странных банкнот гости Рязани прятали в чехле заднего сидения. Похожие купюры в карманах. Всего 22 штуки. Вот, смотрите, упал. Угу. Видите? Пальчик. Вытаскиваю на коврик сюда. Сфотографируйте. Сейчас сфотографирую. Серия ХБ-375-48-75. В наружном кармане рубахи. На грудном. В ходе расследования были проведены масштабные следственные и оперативностные действия с выездом сотрудников в Московский регион и в Калужскую область, где предполагались дополнительные эпизоды противоправной деятельности. Следствием установлено, что задержаны причастны 13 фактам сбыта поддельных пяти тысячных купюр в городе Рязани и в городе Клин Московской области, совершенным за неделю в конце января 2020 года. Вина щедрой компании, по мнению следствия, абсолютно доказана. По третьей части, 186-й статьи Уголовного кодекса, им грозит до 15 лет лишения свободы. Максим Васильев, телекомпания, город. В Рязани объявлен розыск. Судебный прист выщет Ивана Гераченко. Причина – его долг по алиментным платежам. На экране фотография Ивана Ивановича Гераченко. Ему 31 год, а его дочери нет и 10. Однако растет она без отца. А недавно мужчина и вовсе перестал выплачивать алименты на ее содержание. Сумма накопилась немаленькая – 110 тысяч рублей. Теперь в отделении судебных приставов по Скопинскому и Милославскому районам возбуждено исполнительное производство. Должник, зная о своей обязанности выплачивать алименты, не исполняет решение суда и уклоняется от уплаты средств на содержание детей. В связи с тем, что по месту регистрации мужчина не проживает, по последнему известному месту жительства, а именно в поселке Октябрьский Скопинского района, не установлен, на связь с судебными приставами не выходит. По инициативе судебного пристава исполнителя он объявлен в розыск. Управление Федеральной службы судебных приставов России по Рязанской области обратилось к гражданам, которые знают, где сейчас находится должник. Ведомство просит связаться с ними или обратиться в дежурную часть. В соответствии с федеральным законом 27 июля 2006 года номер 152 о персональных данных судебные приставы исполнители в рамках исполнительных производств по принудительному исполнению судебных актов вправе осуществлять обработку, в том числе распространять биометрические персональные данные без согласия должника. Узнать о своих долгах можно на сайте ФССП России или в мобильном приложении. Там же есть функция проверить наличие возбужденных в отношении себя исполнительных производств. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания. Город. Изменения в движении 68 маршрутки. Всему виной аварийно-ремонтные работы на теплотрассе по улице Разина. Из-за этого движение транспорта в районе дома номер 29 закрыто. Теперь 68 маршрутка до своей конечной улицы Разина будет следовать по своему маршруту, а в обратном направлении по улицам Телевизионной, Ломоносова, Трудовой и далее по своему маршруту. Последний зимний месяц известен своей неустойчивой погодой. В зависимости от региона могут наблюдаться как сильные морозы, так и аномальное потепление. Марина Романюк расскажет, какой погоды ждать рязанцам. Февраль месяц лютый спрашивает, как обутый. Народная присказка лучше всего отражающая характер последнего месяца зимы. Из-за суровых морозов наши предки называли его Сечень или Лютый, Лютень. А за обилие вьюг и метели он получил прозвище Вьюговей, Вьюжник, Метельник, Крутень. В юге метели под февраль полетели. У февраля два друга, метель да вьюга, гласят поговорки. Были у февраля и такие названия, как Снежень, Снежин, Снежа, Снеговей. За самое большое количество снега зимой, а также название Межень, поскольку в феврале зима с весной встречается впервой. Согласно предварительному прогнозу гидрометеоцентра, февральская погода в этот раз не будет слишком суровой. В европейской части России, на северо-западе Сибири, в Уральском регионе и на Таймере температурный режим будет отличаться от нормы примерно на 1 градус. Дневная температура в европейской части прогнозируется в пределе минус 1-8 градусов. Ночью столбик термометра может опускаться ниже 6-13 градусов. На территории Рязанской области предварительно прогнозируется стандартная для этого месяца погода. Дневная температура будет в пределе минус 1-6 градусов. В ночное время она может опуститься до 11-15 градусов ниже нуля. В середине месяца ночные температурные показатели могут быть в районе минус 25 градусов. Осадков ожидается значительно меньше, нежели в январе. В основном будет наблюдаться пасмурная погода. Солнечных дней синоптики обещают крайне мало. Хотя первый февральский день отмечен легким приятным морозцем, ясным небом и ярким солнцем. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова